Сколько раз футбольный менеджер заставлял нас хвататься за голову с криками, что-то вроде «Да как это могло произойти?» Сегодня в этом видео мы рассмотрим 5 самых ужасных вещей, которые раздражают, ну, лично меня, по крайней мере, футбол менеджер 2019. Вы на канале Slovat United, меня зовут Эмиль, и мы начинаем. Ну и первое, что, наверное, больше всего, сильнее всего бросается в глаза, это косяки 3D матча, неверные принятия решений со стороны игроков и, ну, такие моменты, скажем, как тюлени и прыжки, назовем их так. Когда защитник никем не атакуемый играет головой и скидывает мяч на соперников. То есть, бывают, конечно, моменты в футболе, когда действительно футболист в окружении соперников, но он по-другому сыграть не может. То есть, либо он проигрывает борьбу, и там возникает опасный момент какой-то, либо, ну, в общем, приходится играть головой уже, куда попало выбить. Это одно, но совсем другое дело, когда мастеровитый, классный игрок, чаще всего центральный защитник, просто выполняет роль тюленя, он просто прыгает, как тупой тюлень и скидывает мяч на соперника. Такие моменты бесят невероятно, и ты думаешь, чувак, у тебя прокачаны большинство скиллов, все они там больше, ну, если уже больше 12-13, то этот игрок классный считается. Но он не должен такие решения принимать. Когда можно принять спокойно мяч на грудь, остановить его, временно это есть, соперников рядом нет. Ну, сделай так. Зачем ты головой выбиваешь на соперника? Тупой косяк движка. Даже если стоит указание, там, начинать атаку не каким-нибудь там длинным пасом, да, а выходить из обороны через пас, все равно вот эта херня постоянно происходит. Ну, не трогай ты мяч, если ты с ним ничего сделать не можешь, все равно чаще всего от соперника летит такой пас. Если ты мяч не тронешь, он просто уйдет в аут. Но здесь игроки начинают очень жестко тупить. Не менее бесят удары во вратарей со стороны высококлассных форвардов. Вспомните, сколько матчей в футбол-менеджер вы играли, когда вы создавали просто уйму, просто тьму моментов, но при этом они все были запороты. Они были запороты, потому что ваши нападающие, у которых завершение атаки там, ну, нормальное, приемлемое, не могут из 20 ударов в створ, они не могут забить ни разу. Ну, или там один раз забивают, хотя из 20, но по большому счету раз 5 уж надо забить. Но тем не менее они выходят один-один, и они бьют прямо во вратаря. Либо они бьют в штангу, либо они бьют мимо. Ну, то есть какие-то тупые скрипты. А вместе с тем более слабая команда соперника, получая преимущество, да, какое-то там на контратаке, забивает вам, допустим, один или два гола. И побеждает, либо играет ничью. То есть вы при этом имеете колоссальное преимущество, но проигрываете. Проигрываете именно из-за движка, именно из-за того, что это так реализовано. Хотя в матче тактически вы переигрываете соперника полностью. И это, кстати, такой момент полностью убивает киберспорт в футбол-менеджере. То есть если сделать, ну, какой-то турнир, да, то игрок, у которого тактика лучше, может просто проиграть, потому что так захочет 3D-движок. И ты просто уступишь своему сопернику, имея там двукратное и десятикратное преимущество по ударам. Такие матчи, вы скажете, да, такое бывает и в жизни. Бывает, бывает. Но, скажем так, в жизни, как правило, если одна команда переигрывает другую по ударам, то чаще всего это какие-то дальние удары, какие-то не опасные удары. То есть либо защита играет грамотно и на контратаках команда наказывает. Такое бывает. Но такого, чтобы, например, заведомо более слабый клуб с более низким уровнем исполнителей регулярно обыгрывал бы более сильный, но такого просто быть не может. В реальности, может быть, такое случится в одной игре из 30. В FM такое может произойти, ну, не знаю, в 12-13 играх из 30. Хотя ты доминируешь, но вот это, конечно, очень серьезно бесит. Ну, еще одна вещь, это фейковые апсайды и удары в своих нападающих. То есть две такие вещи, они чаще всего связаны. То есть нападающий, такое ощущение, что он играет за оборону соперников. Вот на 3D-движке именно с этим я регулярно сталкиваюсь. Твои игроки играют, идут вперед, уничтожают соперника, да, бьют поворотом и все время удар блокирует твой нападающий. И я думаю, блин, какого хрена ты там делаешь? Что ты там делаешь? Уйди оттуда, не мешайся, займись делом. Нет, раза 2-3 за матч бывает, что мяч попадает в своего же нападающего. Когда, допустим, полузащитник бьет издали, обязательно удар придется именно в твоего игрока. Даже ты угловой не заработаешь. То есть не в соперника мяч попадает, а в твоего. Такое ощущение, что они в вышибалу играют внутри своей команды. То есть это очень сильно расстраивает, очень сильно расстраивает. И никак от этого, в общем-то, не избавиться, только если играть, наверное, совсем без нападающих. Хотя в реальности, ну, бывает, что мяч попадает форварда. Но опять-таки это происходит, ну, может быть, один раз там за 3 игры такое случится. А в ФМе, наоборот, 3 раза за одну игру. Это, конечно, расстраивает. И расстраивают фейковые офсайды. То есть футболист никак не заигран в эпизоде. Так называемый пассивный офсайд, при котором, в общем-то, забитый гол засчитывается. Если игрок не оказывает никакого влияния на игру, находясь в офсайде. Если он не мешает вратарю, не создает ни визуальную помеху, ни физический контакт не происходит с ним. Но в ФМе бывает такое, что фейковые офсайды, они, в общем-то, засчитываются за нормальные офсайды. И голы, соответственно, отменяются. Еще один момент. Это, ну, просто тупые менеджеры под управлением искусственного интеллекта. Они тупые тем, что не производят ротацию. Они не знают, что это такое. Они не делают ротацию. То есть, если вы посмотрите на то, какими составами играет компьютер, то вы просто схватитесь за голову. У них играют одни и те же. Но в лучшем случае, там, игроков 15-16 заигрывается за сезон. Хотя в реальности, ну, меньше 20 игроков мало кто использует. И причем не просто там один раз на замену вышел при, там, я не знаю, на 80-й минуте и все. Нет, даже в самых топовых клубах, даже в средних клубах, бывают там и травмы, и дисквалификации, и все такое. И схемы тренер ищет, ищет оптимальные сочетания. То есть, он не просто так выпускает один и тот же состав постоянно. Он что-то ищет, как-то в зависимости от соперника состав подстраивает. В футбол-менеджере такого нет. Зачастую даже самые крутые тренеры, ну, то есть, допустим, я не знаю, Виктор Гончаренко для Чемпионата России, крутой тренер. Но его увольняют абсолютно из всех клубов, потому что он везде играет по одной и той же схеме с тремя защитниками. И если, например, в команде, ну, допустим, два хороших центральных защитника, а третьего, ну, нормального нет для основы, он все равно будет продолжать играть по своей схеме. Даже если в клубе будут какие-то крутые крайне атакующие полузащитники, ему пофигу. Он будет играть по своей схеме. Несмотря на то, что футбол-менеджер предусматривает там несколько расстановок для каждого менеджера, эти менеджеры их используют крайне хреново. То есть я не вижу этой гибкости в менеджерах. Причем менеджеры, у которых хороший уровень, хороший уровень тактики. Там я не говорю про каких-то Вась Пупкиных, у которых там по пять все характеристики. Я говорю о нормальных менеджерах, которые зарекомендовали себя. И тем не менее в ФМе они очень и очень херово работают. То же самое и с трансферами. Я не знаю, там спортивный директор или менеджер, или кто за это отвечает в других командах. Но тем не менее, очень плохие покупки делаются в исполнении ИИ. То есть зачастую видно, что команде, например, нужен явно центральный защитник. А она покупает, не знаю, десятого нападающего, которых уже, в общем-то, ставить некуда. Но он продолжает их покупать. То есть это серьезно раздражает трансферная политика клубов под управлением ИИ. И она просто не выдерживает никакой критики абсолютно. И поэтому здесь нужно просто необходимо следить, смотреть, обращать на такое дело внимание. Далее. Дисбалансные регены. Особенно это касается вратарей и крайних защитников. Просто зачастую именно эти позиции спустя там лет десять после начала сейва вы не найдете нормального вратаря. Это будет либо какой-то коротышка с нормальными скиллами. Либо это будет, ну, вроде нормальный игрок, но с реакцией там десять. То есть найти хорошего вратаря, это просто на вес золот. Хотя в реальности вратарь это, ну, позиция, наверное, которой в футболе, ну, наоборот, очень много. Хороших, качественных вратарей, их очень много рождается. Им просто нужна игровая практика. Если хороший вратарь будет получать игровую практику, то, в общем-то, он и будет. Ну, по большому счету, даже в любой команде российской премьер-лиги, ну, есть один, а то и два очень хороших вратаря, которые, в принципе, не затеряются нигде. То есть вратарство, ну, там нет ничего такого сложного в плане того, чтобы вырастить в футбольной школе хорошего вратаря. Вратари есть, даже в той же самой России, но спустя, там, пять-десять лет в футбол-менеджере среди регенов трудно найти даже вратарей, ну, я не знаю, уровня Гильерме, уровня, ну, какого-нибудь Белинова, да. То есть вратари, в общем-то, ну, средний, обычный российский вратарь. Хороший российский вратарь. Вот такого уже очень трудно найти. Это будут либо какие-то многомиллионные, многомиллиардные бесты, но они, опять же, будут, скорее всего, не из России, это какие-нибудь голландцы, может быть, будут, англичане. Но хороших вратарей становится очень мало. Точно так же, как и хороших крайних защитников. Они, как правило, ограничены позицией, и у них развит, там, либо опека-отбор, там, опять же, маленькая, либо маленькая скорость, либо отсутствие полной атакующих навыков. То есть найти крайнего защитника с ударом вообще практически нереально. С ударом, с хорошим, с хорошим дриблингом. Лет через десять после начала сейва такие люди просто пропадают. И найти игроков там уровня какого-нибудь даже Жереми Толяна невозможно, потому что их нет. Там у них будет дриблинг максимум там одиннадцать-двенадцать, и то это у супертопов. А у обычных игроков просто, просто тяжело найти. Игрока уровня Ван Бисаки вы не найдете в футбол менеджер. Ну, именно, чтобы он по стоимости был тоже не слишком высокий. Может быть, какие-то элитные супер крайние защи в топ-клубах будут. Вундер, Регены с потенциалом двести. Но их все равно будет не больше пяти-шести во всем сейве. И, соответственно, в российские клубы вы их не купите просто-напросто. То есть какого-нибудь живоглядого вы не сможете купить, потому что просто такого уровня игроков не будет. Они будут либо слишком оборонительными, либо слишком атакующими. То же самое вызывает вопросы вот именно позиции. Например, будет у вас игрок, который будет годен для игры на позиции крайнего левого защитника и левого атакующего полузащитника. Но при этом на позиции просто левого полузащитника он играть не может, потому что у него такой позиции не прописано. То есть, соответственно, в ФМ, ФМу не хватает вот именно какой-то, я не знаю, какой-то логики. Просто пропишите возможность смежных позиций. У каждого игрока, ну, допустим, если этот футболист играет на позиции, я не знаю, центрального полузащитника, да, и если он худо-бедно умеет отбирать мяч, значит, он может играть на позиции опорного. Если он умеет худо-бедно там бить и раздавать передачу, но он может и атакующего сыграть, если надо. То есть, современный футбол, он таков. Если у него есть скорость и ускорение, значит, он может сыграть на фланге, правильно. То есть, позиция должна зависеть от скиллов игрока. Потенциальная позиция. То есть, у него может быть уровень врожденной позиции, да, где он, в общем-то, играет. И потенциальные позиции, где он, в общем-то, играет, ну, не на красный уровень, да, а то есть, ну, хотя бы там на желтый, светло-зеленый. Если вы, допустим, поставите футболиста, который, ну, теоретически может сыграть на позиции крайнего защитника, если у него есть для этого все скиллы, вы его туда переставите, он будет там играть. То есть, точно так же, вот, допустим, и наоборот. Филипп Лам, например, помните, такого крайнего защитника, с возрастом уже по скорости стал терять, его переставили в центр, он там игрался в центре вполне нормально. Хотя, большую часть карьеры провел именно на правом фланге обороны. Пожалуйста. Вот это нужно развивать в футбольном менеджере. И вот сейчас пока это сильно бесит. Далее. Центральные защитники тоже страдают от вот этой дисбалансности. То есть, они все сделаны как будто под копирку. Нет центральных защитников, таких как Ракицкий, например, у которых, может быть, будет хорошее исполнение стандартов. Нет каких-то центральных защитников, ну, типа как Дейли Блинт, с хорошим пасом, которые могут, может быть, там не так хороши в верховой борьбе, но которые могут внизу там хорошо сыграть, которые именно как созидательные защитники будут себя проявлять. То есть, не хватает вот этой вариативности. И ты вроде смотришь на центральных полузащитников, среди них бывают мутанты. Вот игрок не умеет играть на фланге, у них этой позиции нет, но скорость 16-17. Ты думаешь, блин, ну что за бред просто, почему такая плохая скорость? Вернее, почему нет у него игры с такой скоростью на позициях, на фланговых? То есть, при этом у него нужные позиции для опорника или центрального полузащитника, нужные скиллы, вернее. Они на низком уровне. А вот зато скиллы, которые подошли бы, в принципе, флангарю, и где бы он мог, ну прям, раскрыться, как крайний защитник, а их нет. То есть, его переучивать, это тоже долго, и время, и, как правило, в сильных командах на такое, таких возможностей просто нет. Тебе надо игрока заигрывать, чтобы он играл именно уже на своей позиции. Далее. Отсутствие развития стран в футбольном плане. То есть, в зависимости от достижения сборных, от рейтинга лиг должны меняться и уровни регенов, уровень призовых, да. Соответственно, чем более хорошо выступает команда, ну, скажем, в сборной, условно, какая-нибудь сборная Люксембурга, вот, выиграет чемпионат мира, да. Да, условно, больше людей начнут там заниматься футболом, ну, Люксембург, там и так почти все занимаются футболом, да. Ну, соответственно, лучше появятся игроки. Или, ну, для Люксембурга это может быть не так приемлемо, потому что сам ресурсный потенциал страны в человеческой, он довольно мал. Ну, если, условно, в каком-нибудь Китае сборная вдруг выиграет чемпионат мира, в Китае футбол сразу получит футбольный бум и будет огромное количество молодых китайцев, которые, ну, скажем, будут обладать хорошим потенциалом. То есть, это, в принципе, должно как-то сейвом регулироваться, то есть, футбольные сборные страны, они должны развиваться. Больше талантливых игроков будет появляться в тех странах, которые добиваются успеха, правильно? Правильно. Но, к сожалению, в FM это не реализовано, и ты играешь в России, у тебя с годами, ты не видишь вокруг себя никакого прогресса. Ты понимаешь, что как здесь все было, там, в сезоне 18-19, так и осталось. Как разработчики прописали, так и осталось. Никакого развития нет, то есть, только если самому вручную менять через редактор. Ну, и слабое развитие самого клуба. Вы управляете клубом, но и при этом, зарабатывая, там, через сезон 2, допустим, выиграете в Лигу Чемпионов, вы зарабатываете огромные деньги, но при этом не можете сразу построить топовую инфраструктуру. То есть, тренировочную базу вы будете у себя улучшать по одной звездочке. Вы можете себе представить. То есть, вам потребуется 5 сезонов, чтобы, допустим, отстроить тренировочную базу от, ну, уровня, там, от 1 звезды до 5 звезд. Вам потребуется 5 сезонов. Можете себе представить. Хотя, по большому счету, за 5 лет, ну, блин, можно за 2 года построить тренировочную базу, если есть деньги у клуба. Да, как у Манчестер Сити. Вот в Бубнов Менеджер, кто смотрел, мы с такой проблемой столкнулись. То есть, у нас команда выигрывает, там, Лигу Чемпионов. Трансферный бюджет и общий финансовый баланс более 100 миллионов. Но при этом базу мы не можем улучшить. Мы не можем просто взять и построить себе базу, как у Манчестер Сити. Блин, мы улучшаем ее по звездочке. Как будто там, я не знаю, мы закупаем по одному тренажеру в год, что ли, на эту базу. Это прям бесит, это прям ужасно. Почему нельзя сразу это все сделать? Точно так же и количество зрителей на трибунах. Оно увеличивается слишком постепенно. Если, например, наша команда, вот, взять ту же Уфу, да, выиграла Лигу Чемпионов, да не будет свободных мест на стадионе на следующий сезон. Потому что все будут хотеть смотреть на этот матч. Если Уфа будет играть, там, если у нас со Спартаком трибуны забиваются, то есть, если приедет условная Бавария какая-нибудь или Манчестер Сити, трибуны будут заполнены полностью, забиты, понимаете? Но в УфМ это не реализовано. То есть, там, ну, придет 1013 из 15. Ну, это нереально. Забьют просто все под завязку, если такое случится когда-нибудь. Вот, поэтому игра должна реагировать на успехи той или иной команды. Мир вокруг, он должен развиваться. Вы не должны чувствовать себя, что вы вот в этой безжизненной вселенной находитесь, и у вас, вокруг вас ничего не меняется. Должно меняться. Должны развиваться клубы. Какие-то клубы должны падать вниз, какие-то должны развиваться. И вы это развитие должны видеть, ощущать, что, ага, вот здесь, там, за такого-то менеджера ИИ играет хорошо, вот этот менеджер плохо играет, наоборот, не справляется. А тут получается так, что мир вокруг вас как будто не живой, и от этого ФМ быстрее надоедает. Но я надеюсь, что в ФМ 2020 эти недостатки будут исправлены. Ну и, по крайней мере, некоторые из них исправляются довольно просто, да. Просто что-то настроить, что-то подкрутить, и все будет, в принципе, хорошо. Поэтому это, опять же, повторюсь. Мое мнение субъективное. Ваше мнение может быть каким-то другим. Вы его можете высказать в комментариях, в группе ВК, на стримах, когда у нас будут стримы. Все ссылки, в общем, под видео и на Twitch-канал, и на группу ВК. В комментах можете писать ваше мнение, что вас бесит в футбольном менеджере 2019. Ну а в дальнейшем я планирую записать видео уже, чего я жду от ФМ 2020. И там мы уже поговорим о каких-то, может быть, позитивных моментах футбол-менеджера 2019, которые можно в следующей части развить. Так что оставайтесь на моем канале, будет интересно. Всего вам доброго, удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok